Девушки отдыхают 2000 человек личного состава во главе с Крисом Донахью Пентагон перебросил в Европу накануне. Этот генерал-майор был последним американским солдатом, ушедшим из Афганистана. Выстроен, как пишут газеты, воздушный мост. Транспортники за неполные две недели привезли 650 тонн боеприпасов разных калибров. Разных размеров каски направила украинцам Германия. 5000 штук, как заказывал Киев. Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Правительство поддерживает преемственность ограничений на экспорт оружия, которые были при прежнем канцлере. Германию в США открыто называют отступницей за отказ поставлять Украине оружие. Россия должна знать, что если будет военная агрессия против Украины, это будет иметь высокую цену. Нью-Йорк Таймс отмечает, как Шольц не отходит от пути тихой дипломатии, по которым ушла его предшественница Меркель. Сейчас очень опасный момент 21 века. Почему? Потому что Россия продолжает подливать масло в огонь, и плюс к этому продолжает наращивать свои войска. Все более вероятно, что искра зажжется и вспыхнет война. Помощь Соединенных Штатов Европе заключалась бы не только в развертывании войск или предоставлении экономической поддержки. Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы европейцы могли согреться до конца зимы. Эта работа уже идет полным ходом. Президент Байден и канцлер Шольц это обсудят. Интересные новости сегодня пришли. Wall Street Journal сегодня сообщил о том, что НАТО открыло воздушный мост между западными союзниками и Украиной. И как в 60-х годах спасали жителей западного Берлина от красной угрозы, открыв воздушный мост. Поскольку была организована блокада тогда советским правительством и правительством коммунистической Германии, именно по воздушному мосту длительное время западный Берлин, собственно говоря, и снабжался, что спасло его от угрозы возможного голода. Кроме того, США предупредили очень жестко Китай о том, что их игры с Путиным могут очень дорого обойтись КНР. Ну а нас с Питером Залмаевым обвинили в организации цветного переворота в Казахстане и в работе на американские спецслужбы. Вот такие у нас сегодня новости. Ну давайте, друзья, поговорим более подробно. Итак, сегодня влиятельнейшее американское издание Wall Street Journal вышло со статьей, которая называется US-led a bridge of weapons to Ukraine seeks to shore up Kyiv's ability to resist Russia. Ну, что переводится, воздушный мост, организованный Соединенными Штатами Америки в Украину, повысит возможности Киева противостоять России. В этой статье рассказывается о том, что США и другие союзники по НАТО, в первую очередь Турция, Великобритания, решили наладить постоянное снабжение Украины вооружениями, самыми современными образцами летального вооружения. И в самое ближайшее время к этому мосту также присоединятся правительства Польши и Чешской республики. Здесь говорится о том, что Россия очень сильно нервничает и Путин пришел в бешенство, но Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, страны Балтии, тем не менее, несмотря на все вот эти путинские претензии, решили выступить единым фронтом и Украина будет получать и дальше образцы вооружений. Также в этой связи сообщается о том, что поскольку канцлер Германии, новоизбранный Олаф Шольц, сегодня прибывает с официальным визитом в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом, о том, что доверие к новому немецкому правительству и канцлеру со стороны Белого дома очень серьезно подорвано. Подорвано в первую очередь тем, что сам Шольц и его правительство в значительной мере не разобрались с ситуацией, когда все остальные союзники по НАТО начали солидарно фронтом действовать, помогая Украине и работая над конкретным пакетом экономических санкций против Владимира Путина и его приспешников, Германия решила играть в собственную игру. И теперь очень дорого ей это может вся ситуация обойтись. Вот как об этом сегодня сообщает американская пресса о том, что этот экстренный, скажем так, полет, визит Олафа Шольца, в первую очередь призван, об этом пишет издание Нью-Йорк Таймс, в первую очередь призван изменить ситуацию, крайне складывающуюся в негативном ключе для Германии. Посол ФРГ в США Эмали Хабер на минувшую неделю отправила домой письмо, начинающееся со слов «Берлин у нас проблемы», текст которого попал в распоряжение американской прессы и его приводит в частности Нью-Йорк Таймс. В этом письме речь идет о том, что Германию считают в НАТО ненадежным союзником и в США. И по словам немецкого посла в Вашингтоне, ущерб для репутации Германии в американском истеблишменте является колоссальным. При этом в надежности Германии начали сомневаться не только в Белом доме, но и в американском конгрессе. Ну и сообщается о том, что главное теперь на повестке дня Олафа Шольца это возобновление доверия между Берлином и Вашингтоном и попытаться отыграть негативные последствия противостояния вокруг Украины. Видим, как мы здесь, как Украина, оказалась не просто в центре противостояния всего цивилизованного мира с путинской Россией, но и как она очень сильно провела линии водораздела между западными союзниками. Теми, кто занял самую жесткую бескомпромиссную позицию, такие страны, как Великобритания, страны Балтии, Скандинавские, США, Канада и теми, кто попытался занять более взвешенную позицию, в частности, это, конечно, правительство Франции, Германии, ну и далее, и уже на крайнем фланге, таком пророссийском позицию заняло правительство Виктора Орбана в Венгрии. Кстати, после визита Орбана в Москву к Путину, Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО. Вот еще такой скандал разгорелся, опять же, не на ровном месте. Ну, идем далее. Значит, Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Соловьеву заявил о том, что они займут Киев за 2-3 дня, на что ему уже ответил известный украинский политик и украинский доброволец. Дмитрий Ярош, который сказал, друзья, вы слышали, что несет этот урод Лукашенко, он действительно дебил, так в тексте, представивший себя полководцем. Побегала чудо испуганная с АКС-74У, загнала мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря и верещала, что уничтожит Украину за 3 дня. Ну-ну, ждем. Не до батька вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им украинское гостеприимство. Добро пожаловать в ад. Написал Ярош сегодня на своем фейсбуке. Ну и, наконец, вот еще реакция советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который в интервью американским телеканалам сообщил о том, что Китай ждет очень тяжелые времена, в случае если все-таки Синь Цзиньпинь решит пикироваться и спикироваться с Соединенными Штатами, решит поддерживать Кремль в противостоянии вокруг Украины. В частности, Салливан заявил в интервью следующее. Мы считаем, что Пекин, в конце концов, примет на себя часть потерь, связанных с российским вторжением в Украину, и что они должны подсчитать это, рассматривая свои договоренности с российским правительством в течение ближайших нескольких недель. Также, по словам Салливана, санкции, которые Запад уже разработал против России, которые могут вступить еще даже до вторжения возможного, они будут иметь самое непосредственное влияние на Китай и его экономику. Очень больно ударят по финансовой системе России и очень сильно зацепят в том числе и экономику КНР. Кроме того, Салливан выразил уверенность, что Китай понимает, что он не сможет в конечном итоге компенсировать России те потери, которые они понесут из-за введения западных санкций. В последнее время, как мы помним, я об этом говорил, все чаще Путин пытается использовать риторику относительно того, что, дескать, вот, ведете санкции, перестанете закупать, мы пойдем на китайские рынки. Но экономисты напоминают, что для Китая Россия это миноритарный торговый партнер, всего лишь 2% экспорта Китая, 2% их экспорта завязано на российскую экономику, в то время как на США свыше 18%, то есть это практически пятая часть торговли Китая. Таким образом, в Вашингтоне просто-таки намекнули Пекину о том, что санкции, которые введены против России, будут автоматически распространены на те страны, которые решат публично, дипломатически поддержать Россию в случае ее вторжения. Ну и мы понимаем, чем эта история может обернуться для Китая, просто это будут огромнейшие потери, безработица, в общем, социальные проблемы, которые правительство коммунистического Китая будет вынуждено решать в этом случае. Таким образом, риторика Вашингтона перешла из плоскости увещевания в плоскость угроз. Это что-то новенькое, поскольку ранее администрация Байдена все-таки пыталась действовать, ну, в общем, в дипломатическом ключе, не создавая лишних линий напряжения с Китаем. И вот это предупреждение, которое озвучил ближайший советник Байдена по вопросам внешней политики и внешней безопасности, Джейк Салливан, еще раз повторюсь, звучит крайне грубо. То, что его услышат в Китае, это абсолютно очевидно. И то, что Китай не воспримет эту ситуацию спокойно, это также абсолютно очевидно. Вот, и Байден еще накинул, и, прошу прощения, не Байден, Салливан еще накинул дополнительно. Он сказал, что если Россия все-таки решит двигаться вперед, вот это приведет не только к стратегическим потерям России, но и если Китай поддержит ее, это приведет к определенным потерям Китая в глазах всего мира, в глазах Европы и в глазах других стран, которые сейчас смотрят и посылают четкий сигнал, что они бы хотели видеть дипломатию, а не войну. Еще раз повторю, это уже переход к конкретным угрозам, которых, в принципе, раньше не было. Ну и вот мы видим, что даже федеральный канцлер, Олаф Шольц, который я уже упоминал, вынужден был резко добавить в свои риторики, резко добавить жесткости, из-за чего началась теперь уже истерика в российских средствах массовой информации и в российском МИДе. В частности, там заявили, что уже не знает, что еще придумать. Таким образом, в России ответили на слова канцлера ФВГ о вторжении в Украину. Ну и, наконец, очень забавная история, еще раз повторю, связанная с тем, что телеканал НТВ снял целый сюжет, который называется «Спонсоры революции». Речь идет о том, что моего коллегу Питера Залмаева, тоже политолога, телеведущего, обвинили в том, что он вместе с Биллом Браудером организовывал цветную революцию в Казахстане. Якобы платил деньги, все это, конечно, выглядит смешно. Это уже опровергли сами казахстанские блогеры. Но российские телеграм-каналы, в частности, русские ориенталисты, вообще дописались до того, что Залмаев, ну это, кстати, заявило НТВ, является сотрудником американских спецслужб, ну и приплели меня еще в эту историю. Спасибо, конечно. Я действительно очень многое комментировал ситуацию в Казахстане, очень много писал на эту тему, но работаться до того, чтобы меня уже теперь обвинили в организации цветной революции и работе на американские спецслужбы, ну, если им так будет легче, то хорошо. От этого моя репутация точно не пострадает, как минимум в цивилизованных странах. Вот, я думаю, что по этому поводу мы что-то придумаем, вполне возможно, будет даже подан иск в международные суды, в европейские, как минимум, ответчикам НТВ, потянем их туда. Вот, тем более, что как мы проконсультировались с международными юристами, дело на 100% выигрышное. Ну, вот, еще раз, вы это лучше узнаете от меня, чем прочитайте на каких-то кремлевских помойках. Еще раз повторю, то, что на нас стали обращать повышенное внимание, это только свидетельство того, что наша активность, в том числе по освещению казахстанских событий, не прошла мимо, кстати. Но я это почувствовал на себе, мне стало звонить очень многие журналисты из постсоветских стран, и не только, на минувшей неделе я дал два больших интервью, одно британскому телеканалу BBC, вот, на английском языке записали, а также уже записал, которое вышло интервью одному из крупнейших американских телеканалов CBS. Целое пятиминутное интервью, это очень много для американского телевидения, со мной тоже на английском языке вышло, я об этом писал на своем телеграм-канале, подпишитесь на него, зайдите, посмотрите, там полная версия этого интервью в оригинале тоже выложена. Так что, агент так, агент, вы сами этого хотели, ну, теперь не обижайтесь, друзья.